Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня хотелось бы поговорить о таком достаточно неприятном моменте нашей садовой жизни, как борьба с сорными растениями, с многолетними злостными сорняками, одним из которых наверняка многие из вас сейчас угадают, про что я хочу сказать. Это растение всегда заставляет очень много проблем. И называется оно сныть. Да, вот кроме вздоха это название у меня лично ничего не вызывает. Действительно, сныть растение сложное для того, чтобы с ним бороться. Особенно сложно с ним бороться, если оно попало в посадки многолетних растений. И в этом случае, к сожалению, борьба может вестись успешно, только в случае вашей очень большой методичности, либо при использовании химических средств борьбы, гербицидов. Но при выращивании растений в однолетнем цикле, если это у нас посадки овощных растений, то в принципе сныть не такой уж страшный сорняк, как его мы обычно себе привыкли представлять. И с ним вполне можно справиться. Для того, чтобы освоить участок, который у нас засорен снытью, мне больше всего нравится использовать черную полиэтиленовую пленку. В летнее время растилается пленка, придавливается по краям она какими-то тяжелыми предметами, досками, кирпичами, камнями, чем вам более удобно. И оставляется на 3-4 недели. В принципе, в жаркую погоду после дождя достаточно бывает и двух недель. Но для сныти лучше все-таки, конечно, подождать. Все сорные растения под пленкой выгорают. И при перекопке мы выбираем только ослабленные, совсем тонкие корешочки сныти, которые у нас сохранились в почве. Еще одним методом борьбы на участке, засоренном с нытью, может быть содержание участка под черным паром. При этом, конечно, наш участок выпадает из посадок как минимум на год, на один сезон вегетационный. Что такое черный пар? Мы вспахиваем, либо перекапываем с оборотом пласта почву в начале сезона. Как только на нашей почве появляются сорные растения, прорастают однолетние, многолетние сорняки, они достигают высоты около 10 сантиметров, мы вновь перепахиваем, либо перекапываем эту почву. И мы перекапываем почву на протяжении всего лета, как только мы видим появление сорных растений. Ну, ясно, что этот способ, он, конечно, очень трудоемкий. Не всегда у нас есть возможность зайти техникой и пахать какой-то небольшой участок. Поэтому, конечно, вот в этом случае черная пленка, она более эффективна. Тем более, если вы боитесь того, что у вас произойдет повторное отрастание, вы можете накрыть черной пленкой однократно, перекопать почву, подождать, пока она немножко отрастет опять, какие-то, возможно, оставшиеся в почве корешки. Как правило, это время занимает до трех недель. В это время вы уже увидите, взошло там что-то, не взошло. Накрываете пленкой вновь, желательно при этом полить почву, если не было дождей длительное время, и оставляете пленку опять на три недели. В принципе, вот после такой обработки, как правило, сныть может появиться только из близлежащих участков. Например, у вас сосед, у которого сныть лезет из-под забора, и он с ней не борется. В таком случае, конечно, вам придется постоянно контролировать вот эту зону приграничную для того, чтобы не было проникновения сныти с другой территории. Растение это образует ползучие корневища, которые очень легко распространяются в рыхлой плодородной почве. Но с таким же успехом сныть может вырасти и в песчаных почвах. В принципе, ей не очень-то это важно, хотя, конечно, она предпочитает плодородные именно почвы. И, в принципе, если на вашем участке обильно растет сныть и крапива, это показатель того, что участок ваш богат органическими веществами, богат питанием, и почва на нем идеально подойдет для выращивания различных овощных культур. Что еще можно использовать? Если у нас участок занят многолетними посадками, например, какими-то древеснокустарниками, растениями, то, конечно, в этом случае лучше использовать агроткань. Агроткань, которая будет закрывать поверхность почвы в приствольном кругу для того, чтобы сныть наша не прорастала в этом месте. Рано или поздно с такого участка сныть уходит. Агроткань не мешает растениям получать влагу, получать питание из почвы. И при подкормках вникорневых, при подкормках поливом оно не мешает использовать нам питательные вещества. Для того, чтобы как-то декорировать агроткань, мы можем использовать декоративное покрытие из камешков. Но я бы не рекомендовала их, конечно, поскольку камешки потом засоряются различными какими-то вот однолетними, с семенами однолетних сорняков. И получается не очень красивый вид. Также листья не очень удобно из камешков выметать. Я предпочитаю закрывать приствольные круги небольших растений, агротканью, поверх которых выкладывается кора, сосновая кора. Я обычно ее заготавливаю в местах, где вывозят древесину из леса. И в этих местах всегда находится большое количество вот этой коры, которая осыпалась при транспортировке. Если же у нас участок занят многолетними цветочными растениями, то вот здесь это самый сложный участок для борьбы со снытью. Здесь существует только два варианта. Либо вы полностью выкапываете растения и внимательно осматриваете все корневища. При делении многолетников вы осматриваете, чтобы не сохранилось нигде ни кусочка вот этого корневища снытия, потому что даже маленький кусочек мы высаживаем растение, мы его поливаем. Сныть отлично просыпается даже из отрезка корневища длиной около сантиметра. Поэтому, конечно, нежелательно. Важно очень внимательно. Вы даже можете промыть сразу корневище непосредственно перед посадкой, чтобы вынуть все корни сныти из него. Ну и при перекопке также важно выбрать все корневища. Этот метод, конечно, срабатывает не всегда. Всегда находится какой-то поганый корешок, который мы пропустили. Здесь приходится чаще всего использовать метод химической прополки, гербициды, которые, конечно, не очень хочется использовать на своем участке. Но в некоторых случаях это необходимое зло. Какие важные моменты при применении любого гербицида, содержащего глифосат? Прежде всего, не работайте в ветреную погоду, не работайте в дождливую погоду. В момент обработки и после нее должно быть хотя бы 5-6 часов без дождя. Это очень важное условие. И кроме того, температура воздуха должна быть не ниже 12 градусов, плюс 12 градусов и не выше 25 градусов. Именно в этом диапазоне глифосат работает наиболее эффективно и действительно вызывает гибель растений. Для того, чтобы прицельно внести глифосат на сорные растения, в частности на сныть, удобнее всего использовать либо баночку от лака для ногтей с кисточкой. Естественно, она должна быть промыта растворителем от остатков лака. Кисточка должна быть чистенькая. В баночку мы наливаем глифосат, либо любой гербицид с его содержанием. Разводим его в концентрации для сорных растений. Мы можем его в принципе не разводить. Это будет достаточно эффективно. Но при этом у нас всегда существует вероятность того, что капля глифосата попадет на растение культурное какое-то. Поэтому лучше все-таки немножко соблюдать безопасность. Но сныть – это очень живучий сорняк. Поэтому всегда дозировочку мы немножко увеличиваем. Мы разводим не по инструкции, а используем в два раза больше гербицида, чем положено для многолетних сорных растений. Либо используем дозировку. Бывает иногда указана дозировка для борьбы с древесными растениями нежелательными. Вот она подойдет для борьбы со снытью. Наливаем в пузыречек и используем кисточку. То есть мы выкручиваем кисточку и наносим, как лак для ногтей, на поверхность одного из листов, который уже хорошо выполнен. То есть имеет нормальную темно-зеленую окраску. Этот лист вегетирующий. И вот этот лист у нас послужит проводником гербицида к корням, где начнется гибель самого растения. Еще одним методом при использовании глифосата может быть использование медицинского шприца. Достаточной емкости. То есть мы набираем в шприц без иголочки глифосат наш в разведенном состоянии. И просто капаем на необходимые нам листья небольшое количество гербицида. Не ждите быстрого результата. Как правило, глифосат начинает действовать через неделю. То есть через неделю мы начинаем видеть скручивание листьев, их пожелтение. Важно в этот момент не срывать именно эти сорные растения. Они, конечно, очень портят внешний вид вашего цветника. Но если вы начнете рвать, то надо дождаться окончательной гибели растения. Вот этого сорного сныти. Либо у нас могут быть какие-то другие. И вот у меня из таких неприятных сорняков еще встречается повой. Либо вьюн приречный или заборный. Тоже очень такое неприятное растение. С ним приходится иногда бороться именно глифосатом. Подождать как минимум две недели с момента обработки. Только после этого вы можете рыхлить почву. Иногда бывает, что даже после борьбы при помощи гербицидов какие-то отдельные растения сныти у нас оживают. Но в этом случае повторная обработка, как правило, уже полностью уничтожает эти оставшиеся растения. Конечно, я вам рассказываю очень страшные вещи, которые никогда не хотелось бы повторять на своем участке. И поэтому хотелось бы немножко так разбавить какой-то позитивной ноткой наш сегодняшний разговор. Дело в том, что сныть, несмотря на то, что это злостный сорняк, многолетний сорняк, это достаточно полезное растение. И молодые листья этого растения мы можем использовать в пищу до момента бутонизации. До того момента, когда сныть образовала стебель. Пока мы видим только прикорневую розетку, вот эти листья, они довольно нежные, вкусные. Они могут заменять в блюдах шпинат, имеют приятный привкус средний между морковью и сельдереем. То есть достаточно приятный. Сладковатый вкус. То есть это приятное, хорошее растение. Содержит большое количество фолиевой кислоты. Содержит большое количество железа в легко усваивающейся форме. То есть у кого проблема с гемоглобином, вот это прекрасное растение, листья сныти. Используйте его вот именно до момента цветения. Я всегда готовлю весенний суп со снытью. Мне нравится начинка в пирожках из листьев снытью. У меня, правда, в огороде практически сныти не осталось. Я ее заготавливаю на прилегающих участках, таких вот полулесных. В принципе, там она тоже растет и неплохо себя чувствует. Это растение можно использовать для сбраживания, для получения зеленого удобрения. Также сныть листья ее. Если вы регулярно срываете их и кладете в компост, это тоже очень хорошо. Но желать в компост очень важно. Никогда не кладите корневища сныти, только листья, только надземную часть. Потому что корневища, их нужно либо высушить хорошо перед компостированием, либо лучше, конечно, высушить и сжечь. Даже не допускать вот этого момента. Потому что это очень живучее растение. Какая еще может быть польза от снытия? Даже в летнее время сныть ее листья, ее надземная вся часть, она активно поедается домашней птицей. Куры, утки, гуси с удовольствием едят сныть. Это очень полезное, хорошее растение, если не относиться к своему саду как к образцово-показательному объекту. То есть, если вы не справились со снытью в этом году, попробуйте ее использовать весною. И моя бабушка вообще говорила, у нее была такая интересная поговорка, если мы не можем победить врага, мы должны его использовать. Вот это касается сныти. Надеюсь, что мой рассказ сегодняшний был вам полезен. И вы измените свое отношение к этому злостному сорняку, к сныти. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok